Далее Созамень не дает ничего особенного. Нельзя не заметить, что Сократ и Созамена разногласят с Палладием в показаниях, какой Григорий покровительствовал Евагрию и способствовал его образованию. Палладий называют Григория Низким, а те Григория Назианзина. Можно согласить их так. В Диакона рукоположен Евагрий Григорием Низким. Но был ведом и Григория Назианзина и пользовался его уроками. Когда Григорий Богослов признан был в Константинополь на патриаршество, тогда на собор, бывший при нем, прибыл и Григорий Низкий с Евагрием. Здесь Евагрий мог протодиаконствовать у Назианзина и после собора остаться по совету обоих Григория в Константинополе. Сократ и Созамен говорят о нем, как он был в Константинополе. А Палладий, что было до того? По Палладию, как ученику Евагрии, больше надо иметь веры, ибо он верно слышал то, что говорит от самого Евагрия. Смерть Евагрия относит к 399 году. Там же приводятся отзывы о писаниях Евагрия. Между прочим, блаженный Иероним писал, что книги Евагрия читаются не только греками по всему Востоку, но и на Западе. В фатологии помещено все сохранившееся из писаний Евагрия. На первом месте стоят главы о деятельной жизни к Анатолию. Это как догадываться можно то, что осталось из книги, которые приведенные нами историки озаглавливают монах. Главам предшествует краткое письмо к Анатолию, как введение к ним. Потом следует 71 глава уроков деятельности подвижнической. За ними стоит в 100 главах логос практикас. Но как из всех глав большая часть таких, которые находятся в числе 71 главы, то тут приводится текст только те глав, которых нет там. В сложности же все выходит в 100 глав. Мы так и озаглавим. 100 глав о деятельной жизни к Анатолию. Далее в патрологии следует статья, которая у нас добротолюбие и с ней озаглавливается. Образ иночества, получающий, как должно подвязаться и безмолвствовать. Главы о деятельной жизни к Анатолию. «Пред этим писал ты, возлюбленнейший брат Анатолий, святой горы, вероятно, нитрийской, ко мне в скид и просил разъяснить тебе символическое значение монашеской схимы, египетской. Полагая, что не без разумного основания она имеет такое отличие от всех других форм человеческих одеяний, охотно перескажу тебе, что сам узнал об этом от святых отцов». Кукулий есть символ благодати Спасителя нашего Бога, осеняющий ум иноков, и покровом своим, защищающий их во Христе, младенчество от тех, которые непрестанно покушаются наносить им удары и причинять раны. «Носящие его на голове своей с крепкою и действенной верою поют, если не Господь созиждит дом и сохранит град, сует трудится зиждущий и бдит стригущий». Такие вопияния внедряют смирение и искореняют гордость. Это древнее зло, неизвершее на землю лицефера, воссияющего за утро. То, что обнажено у них руки, показывает безлицемерность их жизни. «Ибо тщеславие умеет прикрываться и давать тень добродетели, ловя всегда славу у людей и отгоняя веру, как говорит Спаситель. Как вы можете веровать, принимая славу друг от друга, а славу от единого Бога не ищите?» Добро не должно быть для чего-либо другого, напротив, все другое должно быть для него. Если это не будет допущено, явно будет, что подвязающее нас к деланию добра, ценнее для нас самого добра. А это было бы крайней нелепостью воображать нечто высшее Бога и говорить так. А налав наш, параман, крестообразно переплетающий их плечи, и есть символ веры во Христа, приемлющий кротких, всегда устраняющий препоны и доставляющий деятельности беспрепятственностью. Пояс, вяжущий их чресла, отлагает всякую нечистоту и возвещает добро человеку, не прикасаться к жене. Мило тимеют они, как всегда мертвость Господа Иисуса на теле своем носящие, как подавляющее все неразумные телесные страсти, душевное жезло, пресекающее приобщением добра, и как любящие нищету и бегающие многоимания, как и долослужение. Жезл есть древо жизни, всех, которые берут его в руки, на него опираются, обязывающие утверждаться на Христе. Вот сокращенно, каких вещей символом служит схима. Облекая в нее, святые отцы всегда говорят им такие слова. Дети, веру делает твердый страх Божий, а его воздержание. Это делает неуклонным терпение и надежда, от которых рождается бесстрастие. По рождению же бесстрастия есть любовь, а любовь есть дверь к познанию физическому, которая приемлет богословие и верховное блаженство. И этого священной схеме и поучения стартов на настоящую пору достаточно. Теперь будем говорить о жизни деятельной и знательной. Не все то, что видели у стартов и слышали от них, но что и другим, другим пересказывать получили от них заповедь, разделив касающиеся деятельной жизни на сто глаз, а касающиеся знательной на шестьсот пятьдесят, и иное скрыв, иное прикрыв, да не дадим святая псам, и не будем метать бисер пред свиньями, что, однако, ясно для тех, которые идут вслед их той же дорогою. Христианство есть закон Спасителя нашего Иисуса Христа, совмещающий, что касается жизни, познания, вещей и боговедения. Догма. Царствие Небесное есть бесстрастие души с истинным ведением сущего. Царствие Божие есть ведение при Святой Троице, сопростирающееся, соответственно, состояние ума и исполняющее его нескончаемо блаженной жизни. Кто что любит, тот того и желает, конечно, а чего желает, то и улучшить подвизается. Всякому наслаждению предшествует желание, желание же порождается чувством, что не причастно чувство, то свободное от страсти. С отшельниками демоны сами лично вступают в борьбу, а против тех, которые проходят добродетельную жизнь в киновиях или сотовариществах, они вооруждают нерадивейших братьев. Но последняя брань гораздо легче первой, потому что нельзя найти на земле людей, которые были бы горше демонов или воспринимали в себя всю их злокозненность. Ум блуждающий устанавливает чтение, бдение и молитва. Похочь, ламенеющая, угошает алжба, труд и отшельничество. Гнев, волнующаяся, утешает псалмопение, великодушие и милостивость. Все это оказывает свое действие, когда бывает употребляемо в свое время и в соответственной мере. Все безвременно и безмерное, недолговременно, непрочно, а недолговременно и больше вредно, чем полезно. Когда душа желает разных язв, тогда утесним ее хлебом и водой, чтобы была благодарна ей за тонкий ломоч. Ибо сытой желает разнообразных язв, а голод и насыщение хлебом почитает блаженству. Много способствует куцеломудреннее тело скудость воды. В этом да убедят себя те триста израильтян, что с Гидеоном, победившие Мадиам. Как смерти и жизни случится, у кого в одно и то же мгновение есть несбыточное явление. Так любви и деньгам быть у кого-либо вместе есть вещь невозможная. Любовь не только деньги издевает, но и самую превременную жизнь нашу приносит в жертву. Десять. Бегающий мирских удовольствий есть башня неприступная для демона печали. Ибо печаль есть лишение удовольствия или настоящего, или ожидаемого. Невозможно нам избыть от этого врага, пока имеем пристрастие к чему-либо земному. Там он вставит свою сеть для возбуждения печали, к чему видит нас наиболее пристрастными. Гнев и ненависть умножают сердечное раздражение, а милостынь и кротость погашают его. Солнце да не заходит во гневе нашем, чтобы демоны, нападши ночью, не напугали души и не сделали ума более робким для борьбы на следующий день. Страшные сны обыкновенно бывают после гневной тревоги, и ничто другое столько не вынуждает ума нашего выступать из строя, дезертировать, как тревожный гнев. Когда по какому-нибудь поводу раздражительная часть души нашей приходит в тревогу, тогда демоны предлагают нам отшельничество, как вещь добрую. Чтобы устранить причины огорчения, не освободились мы от смущения. Когда же разгорячается походливость, тогда они стараются сделать нас человеколюбивыми, удержать среди людей, называя жестокими и дикими за то, что удаляемся, что, походствуя тел, мы встречали тела, оставаясь в обществе. Им не должно верить, но более делать им противное. Не отдавай себя помыслу гнева, мысленно ведя войну с тем, кто тебя огорчил, ни опять помыслу блудному, долго удерживая сладострастные мечтания, то омрачает душу, а это ведет к одобрению страсти. О, Боже, оскверняет ум. И ты во время молитвословия, как видовыми наполняя воображение страстными образами, и не принося по тому Богу чистой молитвы, тотчас подвергаешься нападению демона уныния, который обыкновенно нападает в такие состояния, в таких, и, подобно псу, похищает душу, как мертвичину какую. Гнев по природе назначен на то, чтобы воевать с демонами и бороться со всякой греховной сластью. Потому ангелы, возбуждая в нас духовную сласть и давая вкусить блаженство ее, склоняют нас обращать гнев на демонов, а эти, увлекая нас к мирским похотям, заставляют воевать гневом с людьми наперекор естеству, чтобы ум, омрачившийся и обессмыслив, сделался предателем добродетелей. Внимай себе, чтобы, разгневавшись, не прогневать, какого брата. За это во всю жизнь твою не убежишь от демона печали, который во время молитвы всегда будет тебе выставлять, то притыканием. Там это злобие погашает дары. Да убедить тебя в этом Яков, укротивший дарами Исава, который шел к нему навстречу с четырьмя стами мужей. Но мы, бедные, можем исполнить эту необходимость, заменить дары трапезою. Когда подвергнешься нападению беса уныния, тогда, разделив душу на двое и сделав одну ее часть утешающую, а другую – утешаемую, станем стевать в себя благие надежды, напевая следующие стихи Давида. Не должно во время искушения оставлять кельи, изобретая какие-нибудь благословные предлоги. Но надо сидеть внутри и терпеть, мужественно освещая всех нападающих, особенно же демона уныния, который тягостнее, правда, всех, но зато более всех делает душу и опытную. Если бегать или обходить борьбу, то ум останется неопытным, робким и легко обращающимся в бегство. 20. Страница 600. Первый том добротолюбия. Писание Ивагрия Монаха. Трудно избегать помыслов от тщеславия, ибо что ни сделаешь к прогнанию его, то становится началом нового движения тщеславия. Не всякому, впрочем, правому помыслу нашему противятся демоны, но некоторым эти злые твари благоприятствуют в надежде обмануть нас. Коснувшись о ведении и вкусившись сладости от него, не доверится более демону тщеславия, хотя бы он предлагал ему все утехи мира. Ибо что бы мог он обещать больше духовного созерцания? Но пока мы не вкусили еще ведение, будем усердно проходить деятельную жизнь. Богу изъявляет цель нашу, что все творим ради ведения Его. Помни о прежней жизни и древних прегрешениях твоих и о том, как, будучи страстным, перешел ты к жизни, не поблажающей страстям, и как опять вышел ты из мира, во многом частое тебя очень смирявшего. Помышляй также и о том, кто хранит тебя в пустыне и отгоняет от тебя демонов, скрижащих на тебя зубами своими. Такие помышления внедряют смиренно мудрее и не позволяют подступить демону гордости. О чем имеем страстную память, что прежде на деле было воспринято со страстью? И опять, что на деле воспринимаем мы со страстью? О том, после будем иметь страстную память. Для победившего возбуждающих страсти демонов ничего уже не стоят вещи, которыми они возбуждают их. Ибо невещественный боритель горше вещественного. Душевные страсти берут повод к движению своему от людей, а телесные – от тела. Движение телесных страстей пресекает воздержание душевных, духовная любовь. Демоны предстоятели душевных страстей до самой смерти упорно стоят и тревожат душу, а предстоятели страстей телесных скорее отходят. Притом иные демоны, подобие солнцу восходящему или заходящему, касаются одной какой-либо части души. А полуденный обычно всю душу охватывает и ум потопляет. Почему отшельничество сладко после упразднения страстей? Ибо когда от них остаются одни голые воспоминания, и что касается добраний, тогда бывает не столько самый подвиг брани, сколько созерцание его. Достойно внимания, помысл ли приводит в движение страсти, или страсти помысл. Иные принимают первое, а иные – второе. Обычно страстям приходить в движение от чувств. Но когда у кого есть любовь и воздержание, то они не движутся, а когда нет – движутся. Гнев имеет нужду в больших врачевствах, нежели похоть. И любовь потому и называется великой, что она есть узда гнева. Ее и святой Моисей символически назвал офиамахом, бьющейся со змеями, когда перечислял, что можно и чего не должно есть. По причине известной никогда не предстающей злобы демонов, душа воспламеняется против севаемых ими помыслов, как только заметит их приближение, и устрояет себе защиту тем, что принимает страстное качество нападающих – гнев. Не всегда возможно исполнять обычные правила, но надо обращать внимание на обстоятельства и, возможно, в них стараться исполнять по силам. Не неведают этого закона благовременности самые демоны, почему всегда, вражески относясь к ним, к нам, они, возможно, препятствуют нам делать, а к невозможному принуждают. Так больных отклоняют они от того, чтобы благодарить Бога за прилучившиеся скорбности и великодушно терпеть услуживающих им. А слабо сильных располагает к строжайшему воздержанию и обремененной летами трудом совершать совмопение стоя. Когда нужно заставить нас быть на короткое время в городе или селе, тогда, обращаясь с мирянами, будем держаться наиболее строгого воздержания, чтобы иначе ум наш утучнев и, оставив на настоящее время обычное старание, не сделал чего бессовестного и не обратился в бегство, гонимый демонами. Во время искушения не прежде приступай к молитве, как сказавший несколько гневных слов против искусителя, ибо когда душа окачествована скверными помыслами, тогда о молитве ее нельзя быть чистою. Но если ты скажешь что-либо с гневом против них, то этим приведешь смятение противников своих и истребишь их внушение. Гнев подобное же действие обычно оказывает и на доброе помышление. Кто хочет испытывать злобных демонов и приобрести навык к распознанию их козней, пусть наблюдает за помыслами и замечает, на чем настаивают они и в чем послабляют, при каком стечении обстоятельств, в какое время какое из них особенно действует, какой за каким следует и какой с каким не сходится и ищет у Христа Господа разрешение всему этому. Демоны очень злятся на тех, которые деятельно проходят добродетель с сознанием дела и приводят в ясность все, желая во мраке сострелять правых сердцем, Псалом 10.3. Двух демонов найдешь ты при этом наблюдении, крайне быстродвижными и почти перегоняющими движение ума нашего, демона блуда и демона, восхищающего нас к богохульству. Но этот последний недолговременен, а первый, если не приводить в движение страстных помыслов, не приводит, не мешает нам преуспевать в познании Бога. Тело отделить от души может только сочетавший их. Душ уже от тела, и тот, кто стремится к добродетели в отшельничестве. Ибо отшельничество мотцы наше называет память о смерти и бегство от тела, то есть чтобы противоводие не творить в похоти. Не к добру пространно питающие плоть свою, и по печенье они и простирающие до похоти. На себя самих после сего пусть жалуются они на нее. Напротив, те, которые стяжали душевное бесстрастие через это самое тело и прилежат по-сильному при его же посредстве созерцании сущего, исповедует благодать Творца, давшего нам тело. Когда ум начнет говорить, творить молитвы, нерассеянно, тогда вся брань, дедонощная, сводится на брань с раздражительной частью души. Признак бесстрастия, когда ум начнет видеть собственный свой свет, станет быть покойным относительно сонных мечтаний, и легко и правильно понимать вещи. Когда ум во время молитвы не воображает ничего мирского, значит, он окреп. Ум, с помощью Божией, совершивший поприще деятельной жизни и достигший ведения созерцания, мало уже чувствует и совсем не чувствует движения неразумной части души. Ведение созерцания восхищает его горе и отделяет от чувственного. Бесстрастия имеет душа не та, которая не пленяется вещами, но та, которая и при воспоминании об них пребывает невозмущаемою. Сорок. А совершенно можно не собственно говориться. Воздерживается и о бесстрастном терпит, потому что терпение бывает у того, кто стражит, и воздержание у того, кто влечет пожелания. Великое дело молиться неразвлеченно, но нет, петь неразвлеченно еще больше. Водрузивший в себе добродетелей, совершенно ими возобладанный, уже не помнит о законе или заповедях, или наказании, но то говорит, естественно, как бы и делает, что внушает ему установившийся прекрасный нрав. Демонские песни приводят в движение нашу похоть и ввергает душу в срамные мечтания. Псалмы же и пение, и песни духовные всегда привлекают ум к памяти о добродетелях, охлаждая притом жар гнева и погашая похоть. Если бьющиеся в борьбе наносят удары и взаимно принимают их, демоны же состоят с нами в борьбе, то, нанося нам удары, конечно, и сами принимают их от нас. «Оскорблю их, и невозмогут встать» Салом 26.2 «И опять оскорбляющие меня враги мои все из немогли и пали» 17.39 «Мудрость о дружестве с покоем и благоразумие с трудом. Нельзя стяжать мудрости без борьбы, и нельзя успешно совершить борьбу без благоразумия. Ему уверенно противостоять гневу, возбуждаемому демонами, равно как заставлять силы души действовать, как им свойственно по естеству, и пролагать таким образом путь к мудрости. Искушение монаха есть помысл, который, вошедший через страстную часть души, омрачает ум. Грех монаха есть согласие помыслу на запрещенную страсть греховную. Ангелы радуются, когда умаляется греховное зло, а демоны, когда умаляется добродетель. Ибо те – суть служителей милости и любви, а эти – рабы гнева и ненависти. Первые, приближаясь к нам, исполняют нас духовного созерцания, а вторые, приближаясь, свергают душу в срамные воображения. Добродетели не пресекают устремления на нас демонов, но сохраняют нас невредимыми от них. Деятельная жизнь – практика добродетели. Есть духовный метод, как очищать страстную часть души. Для совершенного урочевания сил души недостаточно одного благотворного действования на то заповедей, если ум не будет держать при этом соответственных созерцаний. Как можно не противиться влагаемым в нас ангелами благим помыслам? Как так можно отражать всеваемые демонами злые помыслы? За первыми помыслами следует мирное состояние души, а за вторыми – смятение. Порождение бесстрастия – любовь. Бесстрастие же есть свет деятельной жизни. А деятельная жизнь состоит в исполнении заповедей. Блеститель этого исполнения заповедей – страх Божий, который есть плод правой веры. Вера же есть внутреннее благо души, которое бывает обычно не у тех, которые не уверовали еще в Бога. Как душа, действуя через тело, чувствует, какие члены слабы, так ум, действуя своей деятельностью, познает свои силы и, замечая, какая препятствует ему своей поврежденностью, привискивает врачевательную для ней заповедь. Ум, ведущий в страстную войну, не видит замыслов противника, ибо он походит в эту пору на сражающегося ночью во тьме. Но, стяжав бесстрастие, он удобно познает козни врагов. Последний предел деятельной жизни – любовь, а ведение – конец богословия. Начало же обоих их верой созерцания вещей, которая демона переражается в страстной части души, и те называются противниками деятельной жизни, которые же нападают на самую мыслительную силу, и те называются врагами всякой истины и противниками созерцания. Ничто из того, что ощущает тело, не останется после того сочищенным. Но добродетели, очистив душу, сопребывает потом в ней и очищенной. Разумная душа действует сообразно своим естеством, когда пожелательная ее часть стремится к добродетели. Раздражительная подвизается за нее, а мыслительная – прилежит созерцанию сущего. Преуспевающий в деятельной жизни умаляет страсти, а преуспевающий в созерцании умаляет неведение. И относительно страстей говорят, что будет некогда совершенное их истребление. А относительно неведения говорят, что отчасти будет ему конец, а отчасти нет. Шестьдесят. Доброе и худое, что встречаем в жизни, может способствовать и добродетелям, и порокам. Дело благоразумия используется тем на успех первых и наперекор вторым. Душа тричастна, по словам нашего мудрого учителя, разумеется, святого Григория Низкого. Когда добродетель бывает в мыслительной части, тогда называется осмотрительностью, сметливостью и мудростью. Когда бывает она в пожелательной части, тогда называется целомудрием, любовью и воздержанием. Когда бывает в раздражительной части, тогда называется мужеством и терпением. Когда во всей душе, то праведностью. Дело осмотрительности есть воевать с противными нам силами, Добродетелям покровительствовать, пороки гнать Вещами средними и безразличными распоряжаться соответственно времени Дело смятливости есть все, способствующее нашей цели, устроять достодожно А дело мудрости созерцать телесные и бестелесные твари во всем отношениям, по всем Дело целомудрие есть бесстрастно смотреть на вещи Обыкновенно возбуждающие в нас неразумные мечты и желания Дело любви такое почти являть себя в отношении ко всякому лицу, уносящему образ Божий Какое бывает она к первообразу, хоть демона покушается, как бы унизить перед нами Дело воздержания с радостью отвергать все услаждающие гортань Дело терпения и мужества не бояться врагов, а охотно переносить всякие неприятности Дело праведности держать все части души в согласии и гармонии между собою Плод сеяния рукояти жатва, а добродетелей ведение Когда метание семян сопутствует слезы, так рукоятям пожину хорошему радость Не отложит человек страстных воспоминаний, если не позаботится украшевать пожелательные и раздражительные части своей Первую истончая постом, бдением и спанием на голой земле А вторую и укращая долготерпением, непамятозлобием и милостынью Из этих двух страстей составляются почти все демонские помыслы, ввергающие ум во всякую биду и пагубу Но избавиться от страстей невозможно никому, если он не призвит совсем пищу и еду, имущество и славу Еще же и самое тело свое ради тех, которые часто покушаются поражать его через них, то есть бесов Потому всякое настоит нам необходимость подражать бедствующим на море Которые выбрасывают вещи по причине натиска ветров и высоко поднимающихся волн При этом надо бы, однако, тщательно внимать, чтобы выбрасываемая подобным образом вещи Не делать этого, да, видимо, будем людьми Ибо через это мы потеряем жду свою и подвергнемся еще горше прежнего крушению Когда подует на нас ветром своим демон тщеславия Почему и Господь наш, поучая в Евангелиях правителя нашего ум, говорит Внимлите, милости не ваши, не творите перед человеками, чтобы они видели вас Чтобы не потерять вам награды пред Отцом вашим небесным И опять, когда молишься, говорит, не будь как лесомер, которые любят сонмище И на углах улиц стоять и молиться, чтобы показаться перед людьми Истинно говорю вам, что они уже получают свою награду И опять, говорит, когда поститесь, не будьте как лицемеры сетующие Помрачает лица свои, чтобы явиться перед человеками постящимися Истинно говорю вам, что воспримут мзду свою Но внемлите здесь врачу душ Как он милостынею врачует раздражительность С молитвой ощущает ум А постом умерщвляет похотение Из которых составляется новый человек, обновляемый по образу создавшего его В котором по причине бесстрастия нет мужеского пола, не женского А по причине единства, веры и любви Нет елена и иудея, обрезания и необрезания Бавра и Скифа раба и свободного, но все и во всем Христос Нечистые помыслы, закосневая в нас по причине страстей, не изводят ум во все губительство и пагубу Ибо как помысл о хлебе закосневает в алчущем по причине алчьбы И помысл о воде в жажда, чем по причине жажды Так и помысл о деньгах и других стяжаниях закосневает по причине любоимания И срамные помыслы по причине страсти походной Таким же образом объясняется и закосневание наше на помыслах тщеславия и других каких Невозможно, чтобы ум, погружаемый и утопающий в таких помыслах, предстал пред Бога и украсился венцом правды Этими помыслами расхищен был треокаянный тот ум, который по притче евангельской отказался от вечери боговедения Равным образом и тот, связанный по рукам и ногам, вверженный во тьму кромешную Из этих помыслов имел сотканную одежду, которую звавший признал недостойно такой брачной вечери Брачное одеяние есть в бесстрастии разумной души, отвергшейся мирских похотей Какая же причина того, что помышление о чувственных вещах закосневая расклевает введение Об этом сказано будет в главах о молитве 65 Демонскому помыслу противостоят три помысла, отсекая его, когда он закоснеет в уме Ангельский наш, исходящий от нашего произволения, когда оно устремляется к лучшему И другой наш, подаемый человеческим естеством, которым движимые язычники любят, например, детей своих И почитают родителей своих Доброму же помыслу противостоят только два помысла Демонский и наш, исходящий из нашего произволения, уклонившегося к худшему И вот естества не исходит никакой худой помысл Так как изначало мы не были злы Потому что Господь сеял доброе семя на поле своем Было время, когда не было зла, и будет время, когда его не будет Семена добродетелей неизгладимы Удостоверяет меня в этом тот евангельский богач Который, осужден будучи в ад, милосердовал о братьях своих А милосердие есть наилучшее семя добродетели Некоторые из нечистых демонов всегда приседят подле читающих И всячески ухитряются отвлекать ум их куда-то Часто взяв повод от самых божественных писаний Они наводят их на худые помыслы Бывает, что они против обыкновения заставляют зевать Или наводить тяжкий сон Много отличный от обыкновенного Это испытал я сам на себе Но не понимал хорошо причины, хотя часто подвергался тому А святого же Макария слышал, что и зевота безвременны И сон от демонов В доказательство чего? Он приводит обычай При зевоте полагать крестное знамение на уста По древнему незапамятному преданию Все это мы терпим от них потому Что при чтении не храним трезвенного внимания И не помним, что читаем святые слова Бога Живого Бывает у демонов передачи и преемства Когда кто из них и не может в брани Не успевший привезти в движение Любимой своей страсти Сделавши над этим наблюдение Я нашел следующее Когда какой-нибудь страсти Помыслу долгое время редко приходит к нам А потом она вдруг нечаянно придется в движение И начнет сжечь Тогда как мы никакого не подавали к тому поводу Каким-либо нерадением Тогда ведайте Что за нас взялся злейший прежнего демон И занял место от бывшего Исполнил своим злом